Количество бродячей живности на улицах Черкеска не может не пугать. Каких-то 2-3 года назад казалось, что городским властям удалось с помощью профилактических мероприятий взять под контроль популяцию бездомных собак. Однако нынешняя статистика случаев нападения четвероногих на людей свидетельствует о том, что проблема нуждается в срочном решении. Тему продолжит Артур Мхце. Алло, здравствуйте. Это спальквенники вас беспокоят. На угольчик не подошли. Можете сегодня подойти в сечение дня? Медперсонал хирургического отделения городской поликлиники обзванивает жителей Черкеска, пострадавших в последнее время от укусов собак. А ведь немало и тех, кто до последнего избегает встреч с эскулапами, надеясь, что все обойдется. К сожалению, за последнее время участились укусы бродячих собак. К нам ежедневно обращаются порядка от двух до пяти человек. И мы им расписываем полностью график, как к нам обращаться. Этим гражданам нет необходимости стоять в очередях или как-то записываться к нам. Они идут к нам без очереди. Приходят, говорят, что пришли на очередную прививку. Мы им сразу же ее выполняем. И пациент дальше идет по своим делам. В Черкесске много сердобольных горожан, которые готовы быть своего рода адвокатами четвероногих. Мол, те не виноваты, что живут на улице. А значит, надо с пониманием отнестись к подобному соседству. Когда стаи, вообще страшно. Я обхожу лишний раз. Но мне самой... Ну, их не знаю, честно. Я сама думаю об этом постоянно. Я не знаю, что с ними можно сделать. Но они должны жить. Да, в том, что собаки стали бездомными, чаще всего виноваты люди. Заводят маленького милого питомца, а когда тот вырастает, выбрасывают за ненадобностью. Ранее часто, в том числе на федеральном уровне, говорилось о необходимости чипировать домашнюю живность. Чтобы затем можно было выявить нерадивых хозяев и наказать их. Но сейчас что имеем, то имеем. Голодные собаки бросаются на прохожих. Иногда лишь своевременное вмешательство очевидцев спасает жертв от тяжких последствий. Меня нападали бродячие собаки вчера, позавчера. Такое было очень страшно. И как удалось избавиться? Я не знаю, какой-то парень был, мужчина, он от меня их оцепил. Кому-то живность жалко, другие готовы на всё. Лишь бы обезопасить себя и родных от милых, но в некоторых ситуациях злобных четвероногих. В течение нескольких лет городские власти за счёт профилактических мероприятий контролировали популяцию бродячих собак. Чипировали, вакцинировали, стерилизовали. Возможно, и сейчас делается нечто подобное. Вот только результат почему-то совсем незаметен. Проблема есть, и её необходимо срочно решать. Не исключено, что за счёт создания стационарного приюта для бродяжек. Но будет ли возможность держать их там на постоянной основе? Пока же жители ряда микрорайонов Черкеска нередко боятся в тёмное время суток ходить по улицам и отпускать своих детей в школу, детский сад, зная, что где-то рядом в поисках пропитания бродят стаи голодных бывших друзей человека. После многочисленных обращений от горожан в Черкесск приехали специалисты по отлову бродячих собак. Предполагается, что пойманная живность отправится в Кисловодский приют временного содержания для проведения всех необходимых процедур. Артур Мухцей, Мухаммед Ашебоков, Али Бастанов. Вести. Карачаево. Черкесия.